Долгожданная теплая погода пришла в столичный регион, но приближению лета рады, к сожалению, не все. И это понятно. Очередной период цветения – самое тяжелое время для людей, страдающих аллергией. Существуют ли эффективные методы диагностики полиноза и как минимизировать обострение аллергии? Выясняла Луиза Игиазарян. У меня аллергия проявляется круглый год. Но в меньшей степени зимой и в большей степени в конце июля, в начале августа. Это уже страшный период для меня. Я вообще раньше думала, что у меня проблемы с носом. Но, как оказалось, как показали анализы, что все хорошо, только отек идет от аллергии. Для того, чтобы сезонное заболевание не омрачило летний отпуск, Анна Троян впервые решила обратиться к аллергологу. Что именно является причиной недуга, девушка пока не знает. В беседе с врачом она подробно описала свое состояние. Задав уточняющие вопросы, медицинский специалист пришел к однозначному выводу – это аллергия. А для того, чтобы узнать врага в лицо, пациентке предложили сделать кожные пробы. Процедура, на самом деле, очень простая. На обработанную кожу антисептиком капаются два контроля и экстракты подозреваемых аллергенов. И если пациент аллергик, то на месте этих капнутых аллергенов, на месте повреждения кожи будут местные реакции. Есть еще способ диагностики, когда по каким-то поводам, ну невозможно по каким-то причинам поставить кожные пробы, можно посмотреть в крови те антитела, которые отвечают за развитие аллергии, так называемые иммуноглобулины класта Е. Спустя 20 минут врач оценивает состояние кожи пациента. «Бытовые аллергены прямо вот-вот молчат. То, что цветет в июне, в июле, тоже молчит». А то, что цветет поздним летом, не то чтобы молчит, а даже кричит. Как оказалось, аллергию вызывают полынь и амброзия. Теперь, когда картина ясна, врач прописывает лечение. К сожалению, это не единичный случай. По статистике, в России каждый третий взрослый страдает этим недугом. А число детских аллергических заболеваний растет из года в год. «У моей старшей дочери аллергия на шерсть домашних животных лет, наверное, с двух. А у сына младшего у нас поленос. Аллергия на цветение каждый год. Это береза, ольха». Кстати, о березе. Из-за аномально жаркого мая в этом году она цветет как никогда. Поэтому людям, страдающим аллергией, рекомендовано по возможности сидеть дома и не заниматься самолечением. На улицу следует выходить в головном уборе и защитной маске. А идеальный путь спасения – смена климата в период сведения аллергенов. Луисей Газарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин